Однажды ударил свою жену Наталью по телу, она всхлипнула. Мне так стыдно, она такая нежная, а я воспользовался своей силой. Отдал деньги жене во время развода и стал требовать их обратно. Кидал на деньги людей. Замышлял против людей непристойные дела, в основном из-за денег. Воровал, каюсь. Я Лариса Бузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Анна, Олеся и ещё одна Анна. А жених у нас Юрий. Добрый вечер. Проходите. Юрий, 51 год. Его первая жена пристрастилась к алкоголю. Вторая не приняла его любовницу. Юрий – индивидуальный предприниматель в сфере нефтяного бизнеса. Увлекается целительным массажем, автокатанием на льду и игрой на фортепиано. Признаётся, что верит в Бога и мечтает о прощении всех своих грехов. Предупреждает, что не верит в гороскопы и не приемлет ложь. Юрий никогда не женится на распущенной карьеристке. Его избранница должна быть молодой верующей женщиной, готовой родить ему детей и полностью посвятить себя семье и дому. Здравствуйте. Здравствуйте. Я подарю вам. Конечно. Молодец, с цветами пришёл. Мне очень нравится. Это очень нравится, как жентрельмена. То, что надо. Спасибо большое. Это так поднимает настроение. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Тогда будете ползать на коленях? Ага. Спасибо. Роза, о чём мечтают женщины вообще? Вот, наверное, такие знаки. Маски и шпроти. Проходите к себе. Мы уже очень маленькие. Ещё маленькие. Бриллианты, а то мы соскучились по бриллиантам. Роза. Как в воду глядела, Лариска. А что она ей там раздаёт? Бриллианты. Молодец, женек. Правильный. Юрий, вам 51 год, и вы мечтаете о ребёнке в новом браке? Ну, у вас, по-моему, двое сыновей. Да. Сколько им лет? Одному 27, второму 16. Он ещё вам внуков не родил? Нет. Угу. В каких вы отношениях с сыновьями? Ну, скажем так, оставляет желать лучшего. Почему? Может быть, потому что я излишне строгий, может, излишне требовательный. Скажите, а дети были желанные? Ну, скажем так... Дайте про первого ребёнка. Первого бы не очень. Почему? Не по любви женились? Такого не бывает, что человек женился, и любви совсем нет. То есть, если мы приемлем женщину, мы с ней, скажем, разговариваем, встречаемся... Ну, вам мама вашей жены первой нравилась больше, даже как женщины? Ну, она очень интересная, конечно, была. Мне очень нравилось то, что она домашняя, она по хозяйству и всё делала. Она успевала даже за нами ухаживать, за балбесами такими. Хорошо. Первая жена ваша, да, спилась, вы сказали? Я тоже имел такую вот неосторожность употреблять тогда алкоголь. Я даже в аварию попал, когда был нетрезвый. Зато человек честный очень, честный. Он очень смелый. Вот это мне всё нравится. Потом вы встретили вторую жену, намного вас моложе, несмотря на то, что она работала инспектором, да? Ну, то есть, она была инфляционер. Тоже с ней не всё складывалось, родился ребёнок. Нет, у меня всё хорошо было, как раз таки наоборот. А зачем изменяли ей? Ну, вы знаете, вот отношения, которые у меня возникали, они почему-то меня тяготить стали. То есть, и мне хотелось, ну, лёгкости какой-то, понимаете, на стороне. Лёгкую и предложили жить втроём. Жена, ваша новая возлюбленная, да? Да, да, да. Жена не покрутила пальцем у виска? Она как-то понимающей к этому отнеслась. Я когда вот подумал о том, что вот она понимающая, я подумал, что она совершает какой-то подвиг, понимаете? То есть, я ставил себя... И эта шведская семья случилась? Нет. Нет? А он хотел шведскую семью, хотел втроём. Скажите, пожалуйста, молодые дамы, Анастасия и Ольга, а что вас связывает с Юрием? Я сослуживица. А вы? Я близкий друг Юрия Алексеевича. Вы знаете, что пришёл к нам Юрий, он в какое-то время выцерквился, и сейчас хочет покаяться в своих грехах. Их так много, и по известным причинам мы не можем их назвать все, но... Какие-то мы озвучим, да, вот эта вот папочка. Да? Можно? Да, конечно. Вы же для этого пришли. Папа накануне смерти звал меня, чтобы и зашёл к нему, не подозревал, что он умер. Каюсь. По сути, отрёкся от папы в угоду бабушки. Каюсь грешен. Дрался с мачехой. Каюсь грешен, а потом не стал её искать в Таджикистане. Похоже, она в доме престарелых. А может быть, Каюсь грешен. Плохо, очень плохо посещал своего парализованного отца в больнице в 1986 году. Предпочёл отреческому долгу, любовный утех. И виноват Каюсь. Пожелал тёщу свою. И не хожу на могилы родственников. Бил старшего брата. Однажды ударил свою жену Наталью по телу, она всхлипнула. Мне так стыдно, она такая нежная, а я воспользовался своей силой. Отдал деньги жене во время развода и стал требовать их обратно. Кидал на деньги людей. Замышлял против людей непристойные дела в основном из-за денег. Воровал Каюсь. Посягал на землю старообрядческой церкви. Шантажировал должностную лицу в Таджикистане. Это был друг Женя. Проклял в 2009 году себя, жену и сына в сердцах. Было так плохо от того, что расстались. Виноват Каюсь. Бил своего старшего ребёнка довольно жестоко. Старшего за проступки. Выгнал старшего сына из моего дома. Виноват Каюсь. Не оплатил учёбу старшему сыну. Не поехал за своей женой ребёнка в мятежный Таджикистан. В 1993 году испугался. Она сама выехала оттуда. Изменял второй жене Натали. Более того, предлагал завести шведскую семью с новой любовницей. Блуд и такая из Грешин. И таких случаев у меня было порядка 20 любовниц. Не помню, со счёта сбился. Занимался сексом со своей сотрудницей. Грешин и ещё с одной Грешин. Занимался сексом с замужними женщинами. В жажде наживы отжал из своего бизнеса одного своего знакомого. И таких случаев было три. Друга Борю изгнал из коммерческой деятельности. Старался всегда поменьше заплатить своим сотрудникам. Кричал на своих подрядчиков. Выгонял с подряда, нарассчитавшись. Я так понимаю, что это не единственные грехи. Не всё мы можем озвучить на Первом канале. Столько грехов. И может, чтобы снять все грехи, наверное, пророк надо прыгнуть в день крещения. Скажите, а вам вот сейчас жена зачем? Если вы пришли к церкви, если вы столько в жизни натворили, может быть, оставшееся время посвятить тому, чтобы отмолить грехи у Господа? Ну, знаете, я думаю, что, наверное, честно сказать, даже не жена, а любовь мне нужна. То есть вы хотите сказать, что вам нужна женщина, которая вам поможет встать на путь истины, которая вам поможет освободиться от этих грехов или хотя бы часть их замолить? Конечно. Да? Конечно. Может, он надеется, что эти женщины обиженные смотрят сейчас эту передачу? А, и подумают, что он изменил своё мировоззрение. Да, конечно. Он вообще всех вокруг обижает. Кто же с ним пришёл? Что вас связывает, Анастасия? На самом деле, я пережила глубокую депрессию очень сильно. Так получилось, что я рассталась с любимым человеком. И именно здесь, в Москве, я пережила действительно тяжёлую драму в своей жизни. И когда я вернулась домой, так судьба сложилась, что я встретила вот Юрия. И он стал меня выводить из этого состояния. Вы были любовниками? Нет. Почему? Потому что Юрий Алексеевич исповедует совершенно другую философию. Это однозначно. Бывшая любовница пришла с ним на передачу. Мне кажется, это просто вообще она. А зачем она пришла? Зачем она это сделала вообще? Я так понимаю, у него нет друзей? Нас всегда считали любовниками. Но мы никогда не были любовниками. Общаемся уже два года. Третий год уже. Дело в том, что я провожу беседы. Вот так, как я вижу отношения человека и Бога. Что я для неё сделал? Кто вам дал на это право? Кто вы такой, что вы взяли на себя такую миссию по спасению человечества? Себя спасите. Своих бывших жён, своих детей к себе приблизить. Какой вы имеете право? Вы должны пойти более. Он же вас запутает. Он вас введёт в такой блуд. Вы оттуда не выберетесь, дорогая. Вы же близкую подружку, с которой делитесь. Вы не говорите, что она священник и имеет на это право. Юлия Алексеевич нам как друг. Просто к которому мы приходим и делимся. Интересно. Ну да, может быть, если они так о нём говорят, может быть, есть что-то. Вы какую женщину хотите? Она должна быть верующей? Что ещё? Ну, хотелось бы бездетную. То есть молодая должна быть, чтобы она была бездетной и вам родила. А почему бездетную? Объясните. Понимаете, для меня лично это дополнительные какие-то усилия нужно будет. И для того, чтобы, понимаете, стать отцом для детей. Это не так просто. Значит, для того, чтобы была женщина детородного возраста, при этом у неё не должно быть детей, ну, это где-то 23 года. Потому что уже в 24-25 много женщин, у которых есть дети маленькие. Ну, 27 летел. То есть вам нужна... Ну, и при этом она должна быть верующая. То есть вам нужна совсем молоденькая. А вы ей зачем на шестом десятке? Что вы ей можете дать? Кроме своей жизни, где вы столько накосячили. И вот вы на молодую верующую девочку. Всё это, естественно, вылетит. Ей зачем этот груз? За что ей такое наказание? Девушку может заинтересовать. Большой дом в Перми. Две машины. Но это не две, а больше. Нефтяной бизнес. Мне бы хоть бы краник один. Ну, собака-дворняш как-то в приложении идёт. В общем-то. Ну, животных он любит. Не жадный. Только та девушка, которая всем этим заинтересуется, к сильноверующим вряд ли относится. Знаете, в нашем возрасте вообще-то нужно думать о том, как стать хорошим дедом и хорошей бабушкой. И мне немножко странно, когда твои внуки старше твоих детей. Это как-то ненормально. Значит, ты прими меня с моими двумя, а я тебя не приму. Да, с моим багажом вот этих всяких машин. Да, с моим багажом прими, а сама бы чистая. Вам нужна девушка действительно верующая, очень чистая внутренне, и способная свои эмоции контролировать. То есть она должна быть достаточно чувствительной, но ваша луна в весах говорит. Она должна ещё быть немножко настоящей леди, уметь промолчать, уметь улыбаться, даже когда ей улыбаться не хочется, и уметь быть достаточно формальной. Совсем юные девушки очень редко обладают этим качеством. Мужчина-то, он всегда смотрит на молодца. Я так же хочу эти цветы вам преподнести. Спасибо, очень красиво. Спасибо. Анна, 31 год. Художник-иконописец. Преподает рисование детям, посещает храм каждую неделю и признается, что вера – это основа её жизни. Предупреждает, что интимные отношения с мужчиной для неё возможны только после церковного брака. Анна мечтала выйти замуж за православного мужчину, но её первым избранником стал буддист, а вторым – программист. Надеется, что Юрий послан ей свыше. Здравствуйте. Я для вас подарки. Вот такая вот посуда. Я её сама расписала. Ой, посудка – это хорошо. Хорошенькая девушка. Такая скромненькая, мне кажется, такая. Ой, классно. Давай пожениться. Ну, рассказывайте, как впервые влюбились, как расстались. Он был женат? Да, он был женат. Я сначала этого не знала, но подозревала. То есть постоянно были какие-то необоснованные… Например, мы договорились о встрече, он вдруг пропадал. Ну, вам было на это абсолютно наплевать, потому что вы были в то время жестокосердны. Мне очень стыдно. То есть вот теперь я даже воспользуюсь случаем, и всех девушек призову никогда этого не делать. Потому что как может даже такая мысль прийти в голову? Вот, например, у меня нет детей. Это что значит? Я могу пойти в любую семью и забрать у них ребёнка? Сказать, у меня нет детей, отдайте мне своего ребёнка. Или у меня нет машины. И теперь она ни с кем ничего. А теперь она вот… Она мне моя девственница, да? Анечка, вы до брака не ни. Никакого секрета. Теперь да. А мы как? Что мы как? Потерпите? Нет, конечно. Ну, ты же видишь, как он долго думает о том. Да, да, да. Надо же ответить к нему. Скажите, пожалуйста, вот Юрий вот на себя взял такую миссию. Он своего рода прям пастор для вот пока двух этих милых женщин. А если вы будете в браке, допустим, вас не будет задевать, что в вашем доме будут появляться другие женщины, которые будут искать утешение? Вашего мужа. Вы знаете, я вот тоже слушала из комнаты эту позицию. Обычно… Извините, не хочу вас обижать. Страдают люди, которые недавно… Я сама этим страдала, когда я только пришла в храм. Мне хотелось вот всех, чтобы все вокруг меня стали… Обратились, да. Да, обратились. Я очень нагло, без спроса лезла со своими советами, к своим родителям, к своим друзьям. Ну, то есть… Как хорошо, что вы это понимаете. Да, потом я поняла, что этого категорически нельзя делать. Это только отталкивает людей от церкви. Это только отталкивает. Она прекрасная, но, конечно, со своими тараканами. Как бы бывает раз. Во-вторых, она говорит, что до брака у них ничего не должно быть, но… Ну… Так вы рисуете вообще. Для вас рисование тоже… Тут надо быть аккуратно, Анечка. То есть вы говорите, что сначала рисовать, потом готовить, стирать, убираться. Дети у меня на первом месте. Я буду рисовать вместе с ними. Я уже все продумала. А с грудным как вы будете рисовать? Ну, да, конечно. Пройдет какой-то период с грудным рисовать. А за мужем ухаживать? За мужем, да, за мужем ухаживать. Сам пускай за собой ухаживает. Ань, давайте конкретно. Вы бы смогли выйти замуж за Юрия? Если бы его получше еще узнали. Ваш полкова? Какого-то постречались. Думаю, нет. Простите. Ну, у вас есть три бонуса. Скелет в шкафу, свидание наедине и семейные традиции. Что вы выберете? Минуту наедине. Да, и может быть за эту минуту что-то между вами произойдет. Пройдите, пожалуйста, в вашу комнату, а мы пока поговорим. Пройдите. Юрий, простите, я вас не обидела. Это просто так резко высказывание. Да, это нормально. Если вы отказались, для меня это, ну, скажем, наверное, счастье даже. Потому что я, значит, вам не буду морочить голову. Вы знаете, кто я? То есть, и что от меня можно ожидать? Вот если здесь бы сидела бы возрастная, но вот такого же возраста, как я, женщина, вот все сразу сошло бы вот это вот это. А ты бы взяла себе мужа? Нет. Нет, она должна быть такой же. А почему ты? Скажи, пожалуйста, а чем ты лучше от других женщин, которым ты советуешь такого, как Филин? Да потому что... И что, что у них тянулись? Обеси меня, пожалуйста. Нет, наша разница другая. Я стою на своих ногах твердо, в силу обстоятельств, не потому что... Есть женщины, которые зависят от мужчин, нужны деньги. Роза, он человек жадный. Он бросал своих подельников. Ну и что, а у нас много женщин, которые вообще на улице живут. И что, готовы терпеть это? И что, прям такие грехи убил кого-то? Да, ему нужно чистое, непорочное, бездетное. Ну, хотеть, то он хочет. Это его дело. Да, да. Вам с творческим очень человеком будет тяжело, потому что... Наоборот, мне нравится. Мне нравится писать стихи. Мне нравится играть на фрагианах. Хотя я, ну, только начал, вот, ну, как-то так вот получилось, открылось. Нет, я, наоборот, считаю, что вот творчество – это какое-то, ну, проявление божественного, вот, начала, что ли, в человеке. Тут такой опыт и такое количество предательств, которые он озвучил. Мне кажется, что у человека уже за такое количество ситуаций развивается как бы привычка предавать. Нет, ну, если там любого человека взять, и если вот он вспомнит, мне кажется, у любого можно такое набрать. Нет, поверьте мне, любого человека взять, и нет такого, как он скажет. Просто не скажет об этом честно. Я 15 своих друзей кинул на деньги, а я отжал из бизнеса, десятерых поверьте. Девочки, и у дьявола должен быть адвокат. А вы приготовили какой-то сюрприз? Да. Покажите, пожалуйста. Юрий, сюрприз готовился около недели, поэтому я предлагаю вам посмотреть, как я его готовила. Сейчас я приступаю к работе над иконой. Я беру вот такую доску, она сделана из липа. Рисунок почти завершен. Следующий этап – золочение. Золочение завершено. Теперь я буду прокладывать на иконе и основные цвета. Цветовое решение найдено. Далее следует проработка деталей, написание складок одежд, ликов. А вы прямо что, художественную школу заканчиваете? Художественную школу, институт. Какая вы молодец. Юрий, я хочу вам подарить икону Петра и Февронии. Петра и Февронии – они покровители семьи и брака. Спасибо вам, девочки. Проходите, возьмите цветы. Спасибо. Как вам, Анна? Я могу сказать, она мне нравится. Ее вот эта одухотворенность, в чем она выражена? В том, что она рисует, в том, что она... Так дружите. Юр, женится-то не для этого. Вы хотите детей еще. Почему они не оценивают себя объективно, люди, да? Да, вот, вот. Я маленький, пузатый, но мне, пожалуйста, молодую стройную. Да, молодую, красивую, без детей. Да, да, да. А если вы везде опоздали? Ну, давайте посмотреть правде в глаза. Ну, значит, не судьба. Нет, почему? Судьба с вашей ровесницей, которая тоже уже вырастила детей, которая накрешила столько, сколько же, а может быть, даже еще больше. Конечно. У меня есть знакомая... Зачем же брать девочку молодую и портить ей же? Зачем же выливать в нее это? А она ему отправила, потому что ему нужна его ровесница. Да. Анна любви хочет, потому что в ее гороскопе Венера самая высокая планета. То есть это для нее самая высокая ценность. Но Венера очень-очень слабая. Она ретроградная, в падении находится. И я должна сказать, что у Анны вот таких обычных возможностей выйти замуж меньше, чем у женщины в среднем. Я надеюсь, ее сейчас это не испугает. Но в конце концов, она имеет на это внутреннее полное право строить жизнь так, как ей хочется. Ничего, что ей 31 год, что она тоже на очень большого любителя. Почему мы об этом не говорим? А мы об этом не говорим, они не находят пары. Если возможностей выйти замуж не очень много, а с внутренней критичностью справиться не получается, нужно найти что-то еще. Вот в случае с Анной, это сильный Юпитер в гороскопе. Ей нужна еще какая-то цель, помимо веры. Например, их может с мужем объединить, не знаю, помощь животным, помощь детям. Знакомьтесь со второй невестой. Здравствуйте, Юрий. Меня зовут Олеся. Очень приятно. Вот я уже готова. Как готова? Готова. Прямо подвинется? Конечно. Олеся, 37 лет. Работает почтальоном, мечтает стать горничной. Рисует, танцует и увлекается эзотерикой. Гордится своими стихами и тем, что похудела на 30 килограмм. Признается, что хочет жить в гостевом браке и предупреждает, что не любит детей. Первый возлюбленный Олеся привел ее жить в подъезд. Второму она подарила свое тело, а он не захотел открыть ей свою душу. Надеется, что Юрий поймет ее тонкую натуру. Олеся, почему детей не любите? Я грудных не очень люблю. Люблю детей где-то от возраста 4, 4-5 лет обожаю. Но я, честное слово, обожаю. А что, у вас был какой-то опыт общения с грудными детьми? Вы работали няней? Нет, опыт, конечно, среди родственников я общалась с грудными детьми. Они же ангелы. Как можно любить ангелы? Ну, для кого-то ангелы, а для кого-то я их не понимаю. Я даже, например, котов люблю больших. Я жду, когда они вырастут большие. Маленьких котят я не понимаю. Хорошо. Они ничего не понимают, такие грудные, и не знают, что с ними делать. Я ничего не хочу сказать дурного. Ничего дурного, но очень дурного. Расскажите, как случилось так, что ваш возлюбленный привел вас жить в подъезд? Я познакомилась с ним в магазине. Ну, я ему, видимо, понравилась. А вы кем работали? Продавцом я торговала. Это где, в Москве происходило? Нет, в Твери. Я из Твери сама. Кстати, я хотела вам подарки подарить. Я же из Твери сувенирчики. Да, да, да. Это расчесочки и зеркальцы. А расчесочки из... Из бересты. Из бересты, да. Очень полезно, я знаю, расчесываться. Без Твери. А ты знаешь, что такие расчесочки, это вот когда у маленьких, ну, у детей блухи начинают. С блухи хорошо. Правда, я не знала об этом. Блухи? Значит, в пионерский лагерь не ездила. У меня в институте были в ШИИ, ко мне приехала моя мама. А мы работали в стройотряде. И жили в три яруса, у нас были кровати. И собирали картошку. Если кто-то не выполнял норму, лишали еды. Ели, есть хотели все время, потому что кормили в основном макаронами. Ко мне приезжает мама, привозят в сумках что-то очень вкусно пахнущее. Я смотрю на эту сумку, даже ее не целую. А мама на меня квадратными глазами. Она говорит, а ты почему-то все время делала вот так. Она говорит, я смотрю, а тебе обалдет в шаг. Руки в цыпках. Это я училась на артистку в театральном институте. Мама сказала, ой, господи. Отдала ребенка. Отдала ребенка в институт, да. И я этими грязными руками открыла сумку, тупо с мамой. И стала есть все подряд. Конфеты, курицу, хлеб, потом ведь конфеты. А мои подружки однокурсисты такой стояли и говорили, мы тоже это любим. И у всех были. Так что про ши я все знаю. В ши, да. У всех были в ши в детском саду или где-нибудь. У кого-то вы... Ну вот. Я ему понравилась. Он решил меня обворожить. Дело в том, что раньше я не знала, что существуют пикаперы. Это было очень давно. Но он был самый настоящий пикапер. Он изучил массу литературы. Мы знаем, что это такое. Мы знаем, что это такое, ближе к подъезду. Это мужчина, который профессионально обучен, как соблазнять женщин. Да, чтобы, например, быть либо альфонсом, либо что-то другое с ним. Да, вы уже для этого дедушка. А пикаперы – это молодые красавцы лет 25. Мне показалось, он ожил. Повеселел. Ну, повеселел, да. Он так как-то золобочился. И вот однажды он вам предложил съехаться. Ну вот. И что-то он звонит у меня по телефону и говорит. Олесь, я тут уже приобрел жилье. Я тут шторки уже вешаю. Я такая, я маме звоню. Мама. Он уже для нас квартиру снял. Там все такое. Приезжаю к нему. А это оказалось, знаете, просто это такая квартирка такая, ну, обыкновенная. И тамбур. У каждой квартиры есть тамбур такой, такой побольше. Карман, именуемый в народе, я так понимаю, да? Да. Вот там он и жил. Вот там он обещался. А то есть вы поселились не в самой квартире, а в предбаннике? Вот, да. А в квартире жили мама, брат? Брат, да. А он хотел отдельно со мной. Креативно. Там жить вообще негде. Мне кажется, он просто веселит вот ее такая вот наивность. Ну, а почему нет? Это в конце концов привлекает. А, это ну да, да, согласна. Вы считаете, что ваши родители, прожив в браке 40 лет, всю жизнь притворялись, что они друг друга любят, а на самом деле это просто привычка, да? Как обычно, как у всех. А вы с родителями в хороших отношениях? Не совсем. А вы с родителями живете или отдельно? Я раньше жила с родителями. А сейчас снимаете. Я буквально три года назад от них съехала. У меня родители были очень гиперответственные. Короче говоря, мало что вам разрешалось, кем работали раньше. Мама парикмахер, отец инженер. А вы почтальоном сейчас работаете? Да. А мечтаете работать в горничной? Что вы умеете? Ну, все. Я же работала в отеле, то есть я немножко постажировалась четыре дня. Мне очень все понравилось. Главное, чтобы работа приносила наслаждение. Когда я работала, я просто... А почему сейчас не работаете в отеле горничной? Потому что меня почему-то не берут. А почему, я не знаю. Тогда как вам кажется, почему работодатели, которые нуждаются в горничной? Они думают, что во мне какой-то подвох. Ну, допустим, я постажировалась четыре дня. Она мне говорит, ну, у меня, допустим, маленький животик есть. И она говорит, вот ты, наверное, беременная, принеси справку. Потому что часто девушки обманывают, они устраиваются на работу, и чтобы потом платили им. Вот смотрите, вам 37 лет, потенциальному жениху 51 год. Разница в возрасте, мне кажется, хорошая. Вам нравится, Юрий? Очень, да. А детей вы ему родили? Детей? Да. Сколько? Ну, хотя бы одного. Потому что он хочет детей. И одного много, да? Ну, она считает, что дети отнимают жизнь, деньги, время, которое она могла бы потратить на самопознание, чтение. Чтение, любимые хобби, общение с любимым человеком. А какую книжку сейчас читаете? Ой, да много. Ну, одну из них назовите. Ну, я в основном психологию читаю, Вербера читаю. А Библию читали вы? А? Библию читали? Читала, конечно. Потому что для нашего жениха очень важно, чтобы женщина была верующая. Я верующая, но я не религиозна. Я верю в высший какой-то интеллект, как-то, ну, Бога, можно сказать. Мне кажется, она абсолютно ему не подходит, зачем ему надо вот это. Да нет, она не в себе просто. У вас есть два, осталось два бонуса. Семейная тайна и скелет в шкафу. Что выбираете? Скелет в шкафу давайте. Мне очень интересно. Давайте, мне даже тоже первый раз стало интересно узнать, что же у такой загадочной барышни. Свидетельство о рождении. А где она родилась, если не секрет? В Римбурге, наверное. Вы не надо, не надо только читать, пожалуйста. Нет, я не... Ну, у вас другое имя здесь, свидетельство о рождении. Да, только я не хочу, чтобы оглашали. Можно я поменяла, да? Нет. А почему? Вы поменяли и фамилию, и имя? Я поменял фамилию, имя и отчество. Почему? Так ненавидите своих родителей? Дело не только в этом. Я верю в то, что это меняется даже судьба. Знаете, когда женщина... А сколько вам было лет, когда вы поменяли все? Да вот недавно, в прошлом году. Ну, не тебе, может быть, это была мужчина и мужчина. Все может быть. Не так любопытно. Вы сюрприз приготовили для Юрия? Да, я хотела спеть песню красивую. Спойте с красивой песней. Называется «Лирика». Где-то там, на краю земли, Где плывут в море корабли, Где растут пальмы до небес, Есть страна, полная чудес, Где вдвоем будем мы одни, Жизнь моя, полная любви. Я любовь всю тебе дарю, И тебя одного люблю. Только ты ко мне прикоснись, Улетим мы с тобой ввысь, Улетим звездам до небес, Ту страну, полную чудес. А потом, если захотим, Мы с тобой морем полетим, И нырнем мы с тобой на дно. Все вокруг, словно как кино, Как кино. Позвольте поблагодарить, Мне так понравилось, Саша. Спасибо, спасибо. Он так еще. Странный какой для них она. Спасибо, милая. Берите цветы и проходите в комнату. Спасибо. Я хочу сегодня воспользоваться тем, Что может передача на всю страну, И транслируется. На весь мир. На весь мир. Я хочу попросить прощения у людей, Которых обидел. Можно? Я хочу попросить прощения у тех людей, Которых я обидел. Я хочу попросить прощения у жен, конечно. Потому что, может быть, я как мужчина должен был стать опорой, А я больше требовал от них. Хорошо. А теперь давайте обсудим Олесю. Хорошо, которая пришла с вами в бороться. Анастасия, почему вы плачете? Просто меня растрогал. Действительно. Вам понравилась Олесия? Знаете, нет. Почему? Девушка интересная, но это не его человек. Чем она вам не понравилась? Мне какая-то ложь есть. Мне есть немножко, да. Нет искренности, душевности, какой-то жизненности. У нее уже нет ни одной секунды. Она решила бы поменять ее фамилии, имя и отчество, Не сказав об этом родителям. У нее миллион километров не до любви. Нелюбимый ребенок. Но это получается ложь во флагах. Нелюбимых родителей. Ах, ты захотела с парашютом прыгнуть? По тебе? Нет. Никаких мечтаний тебе нельзя. Мы тебе все даем. Ты у нас как у Христа за пазухой. Она может говорить 300 миллионов раз, что она не ходит в храм, что она там верует, не верует. Абсолютно божий человек. Это же видно по ней. А вы с Люкин обе. А вот за тебе как? Ну, для меня Олесенька, конечно, как невеста старовата. Номер-то уже ряда достаточно такой сурьезный. Но Олесенька молодец. Вот не знаю, уж от большого ума или об отсутствии этого ума. Не знаю. Она говорит, мне нужны дети. И правильно. 37 лет. То есть, в принципе, хочу замуж. Ну, вот молодец. Ну, это честно. Молодец. Правильно. Будет обязательно уверена, будет у нее муж. Мне главное, чтобы был близкий и любимый человек. Ну, примерно такого возраста. А что звезды говорят про Олесу? Звезды говорят, что прежде всего дело, конечно, в родителях. Я бы сейчас обратилась ко всем родителям маленьких водолеев. Это дети того знака, которых нельзя задавить. Потому что если водолею отказывать во внешней свободе, во внутренней свободе, в возможности принимать решения, если слишком сильно ограничивать, то это просто ломает все из детства. И, увы, это самое из детства. Нам приходится с этим разбираться всю жизнь. Вот так вот. Но у нас еще есть одна невеста. Проходите, знакомьтесь. Спасибо. Здравствуй, Юрий. Меня зовут Аня. Говорят, любви все возраста покорны. Проверим это? Конечно. Так трогательно. Спасибо большое. Спасибо. Анна, 30 лет. По образованию агроном-эколог. Работает фитнес-инструктором. Обожает свою собаку, автомобили и спортивную литературу. Гордится тем, что превратила хобби в работу. Предупреждает, что у нее беспорядок в квартире и в машине. Первый возлюбленный Анны был бандитом, второй – маменькиным сынком, а третий – трудоголиком. Надеется, что Юрий – само совершенство. Какие вы красотки, девчонки. Спасибо. Спасибо. Вы так переживали, что я с Гранией. Она такая жизнерадостная, очень мне понравилась. Значит, был бандитом. Она была 17, ему 19. Да. Я у меня такая… Очень люблю хулиганов, самых-самых популярных, чтобы они вот такие. И пытаюсь уйти от этого. Ты ее парень? Наверное. Да, это она бывшая его рассказывает. Помимо того, что бандит, увлекся наркотиками. Ой-ой-ой. Ну да, да, да. И во всем этом я варилась. А второй сразу появился парень? Да. Да. Уже был хорошим, положительно. Он появился в момент, когда я еще была с первым. Вы с ним стали изменяться в втором? Нет, я с этим не изменял, но он уже за мной ухаживал, и я как в перспективе смотрела на то же. А почему вы не понравились его родителям? Маме его? Ну я вот такая. И внешностью. Конечно, родители. А какая вы? Я отвлекала его от внимания к ней. То есть он приходил с работы, обычно приходил к ней, рассказывал о событиях дня, что произошло на работе. А тут он приходил и проводил время только со мной. А может быть, вы действительно были недостойны, плохо себя вели? Нет. Были... Девочки, да я просто сумма... А что они делали, допустим, может быть? А придирки. Вы знаете, я... Ну почему? Я неряха. Придирки у родителей. Я неряха, я не грязнули, но я немножко неряха. То есть, конечно, в угоду ей, мне очень хотелось ее угодить. Старалась там что-то мыть, что-то протирать. Все время все делаю не так. Я просто балдею от уборки, я балдею мыть, потому что, я не знаю, пылесосить, мыть окна. Люблю так, чтобы все блестело и сверкало. То есть паркет я мой неправильно, его там надо сухой, тряпкой, не мокрой. А может быть, стоило прислушаться? Конечно, я прислушалась. Но правда, мы же лучше знаем, как с опытом. Ну, лебезила, по-другому никак не сказать. Конечно, мамочка, то есть все вот так вот. А потом вы влюбились и плавно перешли в новые отношения. Да, я на работе встретила нового мужчину, да, и начала изменять. Да, ну я так влюбилась вообще. И он был против того, чтобы вы работали вместе с ним, да? Он такой, очень таких строгих нравов, да. И он такой, то есть, чтобы я сидела дома, у него было распланировано все. Через два года мы женимся, через три там мы идем. Купаем холодильник. Мы там в этот... Вы стали в это время вегетарианкой. Да. А почему это его начало раздражать? Ну, наверное, ему вообще как бы все не нравится, все, что я делаю. В спортзал я пошла, что ты к Олимпиаде, что ли, готовишься? Это, конечно, больше ему подходит. Она такая... Он с ней не будет скучать. Давайте теперь по поводу веры. Да. Для нашего жениха принципиально, чтобы девушка была чистая и верующая. Вы выцерклены? Да, я верующая, я крещённая. Но сказать, что я так вот глубоко, как Аня, вот первая героиня, конечно, нет. Но... Вас не смущает разница в 21 год с женихом? Нет, разница в возрасте у меня. И вообще до 70 можно. Меня, если честно, очень напугало. Когда вы всё это прочитали, мы здесь ещё квисели. Я думаю, офигеть вообще. Я так понимаю, это любовница, это 100%. Это вообще враг бабки, не ходи. Мы прям сидим, но это же очевидно. Ну это 100% вообще. Прелесть. Вот, мне, конечно, очень импонирует, что, я так понимаю, что он ещё как мужчина, ого-го, это очень круто. То есть, я считаю, что это самое главное. Но меня смущает, что он пришёл, я не пойму, кто это вообще. Ну то есть, то, что это любовница... А можно мне вопросить, почему? Ну, подумали, что я любовница. Ну, она подумала, и всё. Ну, не докопаешься. Мне всё так думают. Расскажите о том, что вы хотели жить втроём, и мы подумали, что ты втроёшь. Что ты втроёшь. Логично, 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 логично. Потому что раз нас всех считали раньше любовниками. У вас есть молодой человек, муж? Молодого человека нету. Это ваш друг? Это мой друг, близкий, да. И у вас вообще ничего не говорили? Мы общаемся, два, мы не поверите. Анастасия, я тебе говорила, надо говорить как есть. А ты это... А, слухавил, значит не так всё. Я тебе говорила, надо говорить как есть. Нет, вы не поверите, но так есть. А хотите, я скажу как есть. Конечно. Да, конечно. Хотите? Это моя пациентка. В каком смысле? Да, она моя пациентка. Правильно я говорю? Это моя пациентка. Правильно я говорю? Правильно. Потому что, когда она рассказывала, когда у неё случилось, ну, её привела ко мне мама. У меня есть... Мама умерла, кстати. А? Да, мама умерла. То есть, я... У меня хобби есть. Я занимаюсь массажом. И причём массажом не для дохода. Ну, давайте, давайте. Это не для дохода. То есть, это у меня хобби, понимаете? Массажировать девочек до 30. Да, да, вот она так и говорит. Вот, дядька, обещаю. Нет, подождите. Я, у меня есть удостоверение, сердечка, всё как положено. Я пошёл это сделать. Ты пошёл, сделал, вот это пошёл. Ну, секунду, послушайте, пожалуйста. То есть, это моя пациентка. То есть, что было? Анастасия, ну, можно я скажу, да? То есть, она пришла, у неё были суицидные мысли. Это мне мама сказала. То есть, она пришла ко мне один раз в воскресенье и упала ко мне в объятия. То есть, я думала, я не добегу. Мне очень хочется вам верить, честно. Ну, я просто не могу. Хотите, хотите, нет. Настюш, сколько с вами уже эти проблемы? Года два. Года два. Сейчас все молчите. Я просто настолько в теме, вам представить это невозможно. Были у психолога, у психиатра? Была. Какой он вам поставил диагноз? Никакого. То, что мне сказал психолог, абсолютно для меня никак не было. Это психиатрия, это не психолог. У психиатра были? Нет. Почему? Я не считаю, что мне нужно идти по психиатру. Конечно, вам нужно. Вы понимаете, что это биохимический процесс. И что никакой массаж, никакие разговоры вам не помогут. Вам просто нужно отпить лекарства, антидепрессанты, которые дают по системе. Ну что, вы можете считать, вы можете не считать. Вы же, когда у вас грипп, принимаете лекарства, когда у вас нос не дышит, вы же закапываете. Когда у вас болит, раскалывается голова, вы же пьете таблетки. Это биохимический процесс. Я вас очень прошу, умоляю, пожалуйста, придите ко мне сейчас в гримерную после программы. Юрий Кликуша, на какое-то время, может быть, вам это и поможет, потому что сила внушения и самовнушения, она велика. Но дальше, если с вами что-то случится, я себе не прощу. Вы придете ко мне в гримерную, я вам назову ваш диагноз. Вы пойдете к психиатру, который вам поможет. Вы мне позвоните и скажете, что диагноз тот же самый. Сколько вам лет? 22 года. 22 года? Я вас умоляю, 92-го года рождения? Да. Какой месяц? Декабрь. Зайдете ко мне, прямо редактор расскажет, меня Лариса пригласила. Пожалуйста. Пожалуйста. Он вам не делает массаж бесплатно. Он похотливый, 51-летний дядька, который вас лапает. Молодую девочку. А вы ищете в его объятиях, что, утешение, как у отца, как у врача? Возможно. Я вас очень прошу. Пожалуйста. А Ольга одинокая, взрослая женщина, которая тоже недолюбима многим. Поэтому она тоже, ей кажется, что она найдет у Юрия какого-то... А сидят наглые, молодые девки, здоровые, психические и физические, которым пофиг, понимаете, кому сказать правду. И они эту правду сказали. Я вам, Юрий, в глаза стесняюсь смотреть. Понимаете? Это редко со мной такое бывает. Обычно я всем, кто приходит на программу, смотрю в глаза. А мне в глаза вам смотреть неловко. Он, наверное, видимо, уже пожалел, что сюда пришла. Да, я думаю, да. Но это вообще его не красит вообще ни с какой стороны. 21 год, подруга. 22. Позорище. У вас остался один бонус. Семейная тайна. Да. Мой прадед, прапрадед, причислен к лику святых, он держал приход. Да, у меня на районе, так сказать, да, это метро Тимирязевская. Там сейчас находится эта церковь, во время революции она была разрушена. Это мой прапрадед, да, Василий Надеждин. В приходе он был священником, был сослан в Соловки во время революции, церковь была разрушена. Сейчас восстановлена, там висит его икона. Умер от ТИФа в Соловках, к нему приехала жена с детьми. Очень трогательная история. Вот его икона висит, вот снимали в храме. Как это прекрасно. Да, да, я очень горжусь своим прадедом. Девочки, я вам желаю счастья. Вы прекрасны, вы красивы, вы здоровы. У вас правильные инстинкты. Детей хотите? Очень хочу. Хочу детей, хочу замуж. Скажите, а придете вот в этой же кампании еще раз к нам? Обязательно. Я надеюсь, у вас мозгов сегодня хватит, да, и чтобы вы... Да, конечно. А еще обещаете вот Настюку подкараулить возле моей гримерной, да? И взять ее, так сказать, себе на поруки, ладно? Как раньше. Брали девчонок. Настя, подойди ко мне, иди, обнимемся. АПЛОДИСМЕНТЫ Девочка моя, послушай, ты на меня похожа внешне. У меня мальчик твоего возраста, ему тоже 22 года. Кошечка моя, приди ко мне в гримерную, я тебя умоляю. Латулечка моя, моя маленькая, моя красивая девочка, косечка моя, рыбочка моя, моя красавица, моя умница. У тебя все будет хорошо. Любонька, ты просто заблудилась немножко, вот немножко совсем заблудилась, ладно? А вот от этого антиквариата, от тети Оли и от дяди Юры, да, иди ко мне, и от дяди Юры, просто я сейчас попрошу креслица ко мне, пересядьте, пожалуйста, если это возможно. Садись, моя рыбочка, такого тоже еще не было за 7 лет. Помогите кто-нибудь креслиц принести, пусть она со мной сядет. А это можно брать? Это можно, это даже нужно. АПЛОДИСМЕНТЫ Будь поверь мне. Я тебя отсюда никуда не отпущу. Вот я тебя сейчас взяла за руку. Мы с тобой вместе уйдем. Правда, девчонки? А потом я прям из рук в руки вам эту лялечку передам. Красивую, прекрасную девочку. Красную девочку. Хорошо. Вы что, там сюрприз должны еще показать? Да. Давайте веселухи ждите. Юрий, я вас приглашаю. Ходя. Да. Сюрприз. Давайте, ручка. Ну, слезы тоже полезные. Стресс сняла. Потом легче будет анализировать. Мы делаем приседания. Ага. Итак, ноги на ширине плеч. Понял. Маски чуть-чуть развернули. Маски чуть-чуть развернули. Чтобы нам было удобнее приседать, вы как бы... Ну, я буду приседать вместе с вами. Так, чтобы глаштаны не лопнули на нас. Не говори. А не, а круто, если бы лопнули. Нет, ничего нового. Итак, приседаем вместе. Значит, смотрим за тем, чтобы спинка прямо, чтобы коленочки не вылезали вот так вот. Стараемся попу назад, как будто сажаем ее на стульчик. Давайте. Итак, один. Два. О, приседает. Для Юрия спортивная подготовка не помешает. Ну да, точно помешает. Она им займется. Я думаю, этого достаточно. Молодец. Девчонки, не забудьте цветочки. Обязательно. И прямо в свою комнату. Вам повезло друг с другом просто. Да, это точно. Смотрите, обманете из-под земли, Даттана. Спасибо, Юрия. Спасибо, что согласились. Руки поцелуй. Спасибо. Мне очень приятно. Целовальчик. Спасибо, Аня. Спасибо, Девчонки. Ну, как вам? Как вам? Какая зажигалка? Интересная. Интересная. Понравилось? Понравилось. Вот это карты раскрылись, да? Да, карты раскрыли. Как это девочку искренне? Давайте начнем. Розочка, как тебе? Анька? Не, ну, Анька хорошая. Ну, понятно, что здесь этот... Ну, классная. Скажи, пусть придет к нам еще на программу. А можно я тоже приду? Цинично, конечно. В качестве кого? Не знаю, жениха, может. Может, претендент на чью-то руку. А вы сейчас что делаете? Вам еще хочется? Ну, вот я с ними с тремя общался. Первая сказала нет. Еще подождите, еще не вечер. Ой, нет, пожалуйста, не надо ко мне заходить. Нет, он уже... Ань, да ты у тебя будешь повод сказать нет. Еще раз. Девочка моя, ну что, как нам? Дядя Юрий подойдет? Нет, Анька. Ну, веселая девчонка. Хорошая. Неплохая. Может быть, и подойдет. Она его просто... Он три дня не прожилет. Она его задавит. Правильно сделает. А вы обсуждаете, Анастасия Викторовна? Гладиатор. Гладил. Сколько лет гладил? Два года. Два года. Ну, что ты скажешь про Аньку? Заметьте, она бездетная. Абсолютно гармоничная личность. Ни одного напряженного аспекта в гороскопе. И такие люди сами в ладу с собой, это заметно. Но, конечно, с трудом переживают критику. У нас просто не было ни одной возможности ее критиковать. Мы на Юрию полностью сконцентрировались. Поэтому сегодня ей не досталось. Ну, я же сама очаровываю. А пока могу сказать первое. Не нужно любить мальчиков-хулиганчиков. Ну, и мужчин постарше, скажем так, нехорошего поведения тоже выбирать не нужно. В этом залог ее счастья в личной жизни. Но нам нужно выбирать. Вот Анна, Олеся или Анна, Ольга, кого советуете? Юлия Алексеевича подойдут три в одном. Мне все подойдут. А вам-то кто понравился больше всех? Честно признаться, они неповторимы. Вы заявили, что вам нужна девушка чистая и верующая. Это Анна первая. Понятно, что она очень проигрывает Анне, которая сказала, что она не выцерклена. Но она здоровая, сексуальная, веселая и очень манкая. Будьте последовательны. Олеся по своей женской недальновидности, по ее наивности, может тоже в ваши лапы попасть. Это очень бы не хотелось. Вот поэтому Каня... Ее лапы не нравятся. Хорошие лапы. Нет, то, что я из них вырвала сегодня Анастасию, я вам ее не отдам. Я вам ее не отдам, поверьте мне. Ну тогда Олеську надо пристраивать. Ну она и горничной будет. Лариса, так и будет в этом бедном платье ходить в белом. И чего? Потом как привидение ставит. Нет, а потом она хочет работать горничной. А там, наверное, требуется моя лапа. А то она уже почтальон и так свою скоро пенсию увидит. Понимаешь? Даже ходить далеко не надо. Нет, я обожаю работу горничной. Обожаю убираться. Какая... Особенно у такого мужчины. Васюш, что там звезды? Конечно, это не последняя Анна. Хотя я думаю, что вы нашли много бы удовольствия в общении с ней. Даже я бы нашла много удовольствия. Потому что она просто никакие формальности решила не соблюдать. Мне кажется, хотя я не вижу гороскопического сходства, вам имеет смысл постучаться к Анне первой. Я еще раз хочу обратить ее внимание на то, что у нее не так много шансов быстро выйти замуж. И нужно использовать те возможности, какие есть. Может быть, она с вами вместе увидит какое-то или придумает какое-то доброе дело, которое будет многим людям полезно. И это станет вектором вашего совместного движения. И может быть, она еще передумает. Поэтому вы сейчас идите в ту комнату, в которую вы решили. В любом случае мы вас поддержим. Полиция приехала? Вас выручают? Приехала, но это было бесполезно. А синяки были на вас? Я была вся черная, вся синяя в пуховике электр. А вы хотите сказать, что у вас прям в одну камеру, что ли? Да, да. Мы с этим сезателем в одну камеру, мы друг на друга посмотрели, улыбаясь. Я предлагаю всем выйти из комнат и поддержать решение Юрия. Я тебя доверяю Василисе. Стой рядом с Василисой. Я тебя выбираю. Не знаю, кого ты выбираешь, ты, но ты мне понравилась. Юрий, мне очень приятно, но я с вами не выйду, к сожалению. Ну и хорошо. Вы меня извините. Ну, в общем, вы меня тоже поймите. Я вас понимаю, вы правильно сделали. Я бы на вашем месте тоже бы не вышел. Ах, вот. Мне очень приятно, что я выиграла. Отдай, можно ли я поймать? Конечно. Пойти, сказать, на массаж, может, к вам записаться. Можно к вам спать? А вы что делаете вечером сегодня? Мы сегодня идем в машина. А мы с Настей идем. Мы с Настей идем. Ну, пожалуйста. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Вам удачи. Пойдем со мной, Настя. Бегом, 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 бегом. Давай, руку. Спасибо.